Всем привет, меня зовут Вестл. Это внеплановое короткое видео про Человека-паука из пятой серии «Что если». Пройти мимо такого события я не мог, ведь по сути это иной взгляд на Человека-паука Тома Холланда. Да и я уверен, многим интересно будет узнать мое мнение. Большинство ругают КВМ за не совсем правильный подход к презентации данного персонажа. Но что касается альтернативной версии Спайдермена. Получилось ли она здесь лучше? Если честно, ему уделено не так много времени, но все равно мне его хватило, чтобы составить мнение. Сегодня я просто расскажу вам, чем мне понравился «Что если» Паук, кто он такой вообще, а также какие у него плюсы в сравнении с киношной версией. Ну и конечно заодно в общем скажу, как мне серия про то, как зомби захватили киновселенную. Многие строили теории о том, кто же этот новый Питер Паркер. Я даже слышал, что тот самый из полнометражного мультфильма «Через вселенные». Но на самом деле это КВМ-паучок просто с другой внешностью, голосом и костюмом. Он также общается с Хэппи и рассказывает про некоторые события из киновселенной. Например о том, как Тони его позвал в команду Мстителей и так далее. То есть сомнения личности под маской не возникает. Но вот вопрос. Зачем менять костюм, голос и внешность, если в то же время большинство персонажей аналогичны своим киношным версиям? Я думаю тут опять особенности с авторскими правами между Сони и Диснеем. Они просто взяли тот костюм, который принадлежит лично им, а именно из парка развлечений. Ну и заодно поменяли голос и внешность, чтобы не было похоже на Тома Холланда. Кстати костюм мне очень нравится. Гораздо больше, чем из «Возвращения домой». Наверное из-за более массивного логотипа. Сам Питер тут имеет максимально каноничный характер. К тому же он кажется самостоятельным и даже по ощущениям более взрослым. Да, сперва он показывает забавный ролик Брюсу, как выживать во время зомби-апокалипсиса. Но его шутки и приколы уместные на протяжении всей серии. По крайней мере на контрасте с Человеком-муравьем он кринжа не вызывает. Ну и да, Паучок теперь тоже блогер и это получается у него отлично. Даже во время нашествия зомби. Кроме этого, Питер всегда проявляет оптимизм, несмотря на все более ужасные события. А тут они и правда ужасные. Почти все его близкие люди стали зомби, причем необратимо. Большинство уже погибли. Как по мне, это и есть одна из самых главных особенностей характера Человека-паука и залог успеха персонажа в медиа. Да, у него все плохо, а он многое потерял. Но надев маску, Питер становится нашим дружелюбным соседом. И тут как раз это показано отлично. Очень приятным сюрпризом для меня стало упоминание Бена Паркера, который я ждал 6 лет. По крайней мере в этой вселенной у него Бен погиб, а не просто ушел из семьи, либо же пропал. Надеюсь и в кино нам все-таки покажут дядюшку или хотя бы о нем расскажут. Лично я хочу видеть Тобика в этой роли. Ну и конечно спасибо за то, что сперва он назвал родителей, потом Бена и только после этого Тони Старка. Вот это правильные приоритеты. В общем, реабилитирован. Действия Спайдермена также мне понравились. Он не боится жертвовать собой и сам принимает решения. Это хорошо заметно в сцене с поездом. Такой подход присущ уже взрослому и опытному герою. Еще был момент, когда Питер с легкостью ответил на вопрос Вижена. Таким образом, сценаристы подчеркнули, что Паркер умный. Кстати, многие вероятнее всего разочаровались. Ведь изначально казалось, что Паучок будет щеголять с плащом Стрэнджа всю серию. Но нет, он просто спас Стенолаза. Марвел любит водить фанатов Заблуждения. Так что я даже не удивился. В общем и целом, мне понравилось, как показали Человека-паука. Он умный, самостоятельный и в меру смешной, но и в то же время серьезный. Жаль, что ему уделили не полностью всю серию. Но все равно спасибо. Надеюсь, некоторые его плюсы примерят на себя и оригинальная киношная версия. Что касается самой серии. В ней не так много экшена, но фан-сервис, а также общая атмосфера доставляют. Правда, в конце остается небольшой осадок и ощущение неизбежности конца. Ведь непонятно, что же в итоге произошло. Уничтожил ли всех зомби Танос? Либо же паучок и команда успели в этот момент остановить вирус. Но в таком случае, кто будет сражаться с Таносом? Лично мне кажется, что это история о поражении. Но тем не менее, она все равно учит не сдаваться и жертвовать всем ради спасения своего дома и близких. Но как вы отнеслись к другой версии Человека-паука, а также к серии о нашествии зомби? Напишите в комментарии ваше мнение, мне будет интересно почитать. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ведь теперь у нас цель 50 тысяч подписчиков, и мы потихоньку приближаемся к ней. Субтитры сделал DimaTorzok